Внимание, с 25 августа по 5 сентября проходит, скажем, внимание, дети, не забываем, пиши ближе, свет, парк. Уже несколько дней сотрудники госавтоинспекции призывают водителей к усилению бдительности на дороге всеми доступными способами. Но, как показал контроль, далеко не каждый выполняет данное указание. Не ожидала, что это уже так быстро пришло 25 число, как бы, все время помнила, а сегодня вот забыла почему-то. Больше так не буду. Невнимательность, скорость в движении и забыла просто, как-то так. Ну и теперь после этой акции вам напомнили, будете всегда включать? Да, буду включать. Напомнили. Спасибо, что напомнили. От нас, от водителей, зависит безопасность детей. И с этим не поспоришь. С начала текучего года с участием несовершеннолетних на территории Брестской области произошло 36 ДТП, в результате которых 40 детей получили травмы различной степени тяжести. Два случая закончились летальным исходом. Для того, чтобы акцентировать внимание общественности на проблему детского дорожно-транспортного травматизма и проводятся подобные специальные комплексные мероприятия. Напомню, что согласно пункта 166.9 правил дорожного движения, в период проведения специального комплексного мероприятия водители обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар. Этим вы подтверждаете, что не остаетесь в стороне от проблемы детского дорожно-транспортного травматизма. Водителям транспортных средств необходимо проявлять повышенную внимательность и осторожность, особенно при проезде учреждений образования, нерегулируемых пешеходных переходов, а также во дворах. Ведь там может оказаться именно ваш ребенок, внук или племянник. За неиспользование ближнего светофар в период проведения СКМ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа в размере до трех базовых величин. Но самое главное и основное, чтобы каждый участник дорожного движения понимал, что дети – наше будущее, и безопасность детей на дороге зависит только от нас. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания «Буктово».